Тель-Аль-Убаид Тель-Аль-Убаид Согласно официальной версии, я вот все-таки ради интереса заходил, смотрел, что же говорит по поводу этих фигурок официальной версии. Они заявляют, что это фигурки женщин, фактически все фигурки женщин, которые якобы с удлиненными головами. То есть их не смущает, что на одних фигурках изображены какие-то, грубо говоря, какие-то амфибии, на других фигурках изображены какие-то словно рептильные существа, по крайней мере, по внешнему признаку. И официально наука говорит, что, мол, якобы это фигурки, изображающие богинь, мол, людей, которые якобы с удлиненными головами. И все. Все остальное их не смущает. Причем я хочу отметить, что фигурки выполнены очень качественно. Это не то, что там какой-то ребенок лепил. Это до мельчайшей подробности повторяют различные формы головы, формы тела, форма глаз. И это, я хочу сказать, что они лепили как вот, ну, что видели, то и лепили. И сугубо лично мой город Тель-Аль-Убаид, он, я бы сказал, не побоялся этого слова, имеет очень важное значение. Если бы этот город не обнаружили, то не факт, что обнаружили бы всю эту месопотамскую бодкультуру. Хотя, с другой стороны, Леонард Вулли проводил раскопки в Ур, и он там тоже обнаружил следы этой месопотанской аль-Убаид-культуры. Сам город расположен примерно в 7 километрах от города Ур. В Месопотамии... Ну, именно сам Тель-Аль-Убаид, он до шумерской цивилизации, и, по согласно официальной версии, использовался также шумерами. И в нем был обнаружен храм Нинхурсак. Ну, и также различные фигурки вот этих вот неизвестных, непонятных существ. Ну, можно было их назвать, мол, пришельцев, божеств. Можно было так назвать. В этом видео будет показано именно само место, где сам город. Дело в том, что его какое-то время непродолжительное раскапывали, а потом опять археологи закопали, чтобы предотвратить разграбление. То есть, сверху там особо ничего нету. Ну, очень много будет различных вот фигурок с Убаид-Периода, не только с города Тель-Аль-Убаид, но по всей Месопотамии и рядом с Месопотамией вот данного периода, конец Каменного века. Особый будет упор поставлен на вот эти вот фигурки, вот этих существ, которые наиболее интересны, которые представляют наиболее интерес, ценность с исторической и археологической точки зрения. Я опять-таки не побоюсь этого слова сказать, что фигурки, эти фигурки самое ценное, что есть. Они ценнее любого произведения искусства, любого самого древнего артефакта, потому что они показывают, ну, с одной, с гипотетической точки зрения, древних богов, ну, древних пришельцев, которые были, посещали Месопотамию. Всем советую посмотреть это видео. Месопотами 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!